относительно молодой но очень зрелищный зимний вид спорта он сочетает в себе акробатику и адреналин когда-то про него говорили это цирк на лыжах сейчас же искусством полета восхищаются тысячи человек по всему миру первое соревнование по фристайлу начали проводить в 60-х годах прошлого столетия на традиционные горнолыжные турниры они были абсолютно не похожи сегодня фристайл включает в себя 8 олимпийских дисциплин обучить с которым можно и в белорусской столице слову в центре подготовки принимают ребят 6 лет начинаем отбирать ребят глядя на их родителей бабушек и дедушек артропрометические данные высокий низкий ребенок гибкий негибкий сильный не сильный много слагаемых должно совпасть но мы таких находим например катю в спорт привела мама я очень любила прыгать на батутах это было в самом детстве тебе сейчас 12 а в самом детстве это простила сколько было лет 7 вроде все мы поняли да в самом детстве чем можешь похвастаться какими достижениями у меня в принципе очень много первых мест я в основном занимаю на каждом соревновании призовые места а если какие-то спортсмены на которых ты равняешься да есть анна бочкова али цупер кстати завоевать первую медаль на олимпиаде али цупер помешала травма тогда она оказалась пятой вероятно именно этот пункт в биографии юно-спортсменки заставил ее двигаться дальше и стремиться к большему это как такового сложный корниционный вид спорта который включает в себя много-много элементов таких как гимнастики с акробатики с батута стал всех же прыжков в воду можно сказать что наши дети даже вот который начинает заниматься начальную подготовку приходят они достаточно как бы раз так все же спортсмен про заниматься представил он больше лыжник или акробат вот на ваш взгляд нет у нас как бы должно быть 50 на 50 то есть и того и того должно быть достаточно столько чтобы он мог прыгнуть и опять таки чтобы он смог устоять и выехать после выполненного прыжка перед тем как спортсмен начинает тренировки на горнолыжном склоне он должен обучиться ряду дисциплин в числе которых и плавание в нашей стране есть уникальный крытый тренажер где можно оттачивать свое мастерство здесь постоянно одна и та же одни и те же погодные условия одна и та же температура здесь нету ветра здесь нету солнца здесь все определенно правильно и точно на склоне же на снегу совсем по-другому сталкиваешься с реальностью да там может быть влажная снега другая морозность ветер солнце снег то есть все то что может помешать в некоторой степени тому же спортсмену при выполнении любого прыжка так а что ты тут делаешь я стою на подушке на на подушке ты сидишь на стуле ты подаешь им воздух правильно ну да так а куда нужно нажать надо нажать для сальто на f1 это чтобы она начала работать она двойной f3 она тройной f5 я ничего не поняла куда нужно жать на f1 давай я это сделаю вместе с тобой о нет очень рано а рано подожди мы рано это сделали получается фристайл всесезонный вид спорта летом мы работаем на водном трамплине дальше мы проходим определенное проводится у нас соревнования по водному трамплину мы сдаем опять-таки нужные нам нормативы мы прыгаем нужные нам прыжки которые мы перенесем зимнюю подготовку и опять получается такой цикл как вкатывание есть наши спортсмены опять ведут подготовку к зиме едут кататься на вы проходят горнолыжную подготовку и после этого только момента мы уже приступаем к крышкам на лыжах со снежного трампа если изначально такое экстремальное катание на лыжах было ради того чтобы выделиться сегодня это колоссальная работа спортсменов на результат именно наших ответов неоднократно блистали на первых строчках мировых состязаний надеемся в ближайшем будущем эту тенденцию получится сохранить и приумножить